И га-га! Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух! Я буду играть новым Чебурашкой! Нет, я! Я еще не играл! Ну что, Макс, все пришли с новогодних каникул? Так, сегодня полная явка! Ну, кроме бумажных, они звонили, заболели! Ой, как жаль, пусть выздоравливают! Так, ребята, не ссоримся! Сначала один играет с Чебурашкой, потом второй! Или играйте вместе. Чебурашка на два. Не делится. Кто-то может поиграть в кубики. Или вон, оленем. Оленем не может. Я им играю. А кто это у нас тут скучает? Посмотрите, Мишки одиноко. Поиграйте кто-нибудь с Мишкой. Мишкой я не хочу играть. Он розовый для девочек и старый. Ой, подождите, ребят. Мне же с утра заведующий говорил, коробка с игрушками пришла. А я и забыл. Я сейчас мигом. Так что не ругаемся. Ура! Поскакали, лошадка, скорее за новыми игрушками. Здравствуйте, заведующий. Вы говорили с утра, что новые игрушки будут для нашей группы. Да, Макс, проходи. А я думаю, что не идешь. Думаю, детям совсем игрушки новые уже не нужны. Вон, из Китая. Только что доставили. Целая коробка. Из Китая? О, да, я вижу иероглифы. Спасибо, заведующий. Здорово. Мне бы эту коробку еще теперь дотащить. Ну уж как-нибудь справишься. Давайте, играйте на здоровье. О, вот. Еле донес. Кать, смотри. Макс, подожди. Что-то такое приволок. Ты видел, что нарисовано на коробке? Унитаз какой-то. А? Я тащил. Очень-то и не смотрел. Ой, точно тут рисунок. Коробки перепутал, что ли? Унитаз. Это в туалет. Там как раз был сломан один. Хе-хе. Наверное, опять заведующий все перепутал. Сейчас я до него схожу. Ну, здравствуйте. Скакала-скакала за новыми игрушками, а там унитаз оказывается. Эх, лошадка. Еще поскачем тогда. Хе-хе. Вот иди играй. Ты сказал, пойдешь играть новыми игрушками. Вон они. Принесли. Хе-хе. А я уж как-нибудь с Чебурашкой поиграю. Тебе же сказали. Коробки перепутали. Так что я подожду пока. И с Чебурашкой тоже поиграю. Заведующий, вы, наверное, что-то перепутали. Там на коробке нарисован унитаз. Я внимания не обратил. Унитаз? Так, подожди. Унитаз мы менять не собирались. Мне его не могли привезти. У меня тут четко написано. Коробки игрушки. Ну, на коробке нарисован унитаз. Ну, может, не было у них других коробок. Посмотрите, что там внутри. У меня черным по белому написано. Игрушки. А, да? Ладно, извините, заведующий. Да, сейчас все проверим. Ну, что там, Макс? Да, что там? Где наши новые игрушки уже? Ничего я не понял. Но заведующий сказал, у него в документах написаны игрушки. Говорит, смотрите, что там в коробке внутри. Понятно. Ну, давай тогда откроем. Унитаз? Ты еще и зубастый. Прикольно. Никогда не видел зубастого унитаза. Как бы намекает о том, что сейчас он съест все мои кокоташки. Так, тише, тише, малыши. Сейчас мы со всем разберемся. Там что-то еще в коробке есть? Да. Вот такие вот две штуковины. Не могу понять, что это такое. Может, что-то для сантехники? По-моему, на эту штучку нужно вот так нажимать. Хе-хе. Смотрите, а эта появляется. Эй, брат, ну-ка, сядь сюда, а я нажму. Сюда? А зачем? Чтобы была катапульта. Хе-хе-хе. Ах ты, да я тебе сейчас, знаешь что? Ну-ка, иди вон сюда, присядь, я тебя в космос запущу сейчас. Ай, аккуратнее, ребят, подождите, ничего не трогайте. Макс, там больше ничего не было? Да, в коробке нет. А вот в унитазе? Фу, что-то есть. Смотри, здесь какая-то мишень нарисована. А внутри унитаза вот такие вот какули. Очень интересно, что это за игрушки? Заведующий вообще читал инструкцию? Я знаю, что это. Это не какули, это пули. Нужно вот так вот поставить катапульту и стрелять, чтобы в цель попало и в унитаз упало. Это игра такая. Кошмар, какой кошмар. Додумался же купить это в детский сад, но я не знаю. Нет, Кать, мы не будем же в это играть. Все, я все собираю обратно и к заведующему. Пусть сам такими игрушками развлекается. А детям покупает что-то нормальное. Подождите, подождите, дайте хоть разок сыграть. Да, дайте разочек запулить. Если что, я первая стреляю. Макс, отходите. Да, ребят, да нет, нет, да не нужна нам такая игрушка. Да вы что? Вы родителям еще расскажете, чем в садике занимались, они вас спросят. А вы что скажете? С унитазом играли, да? Вот этим туда пуляли. Нет, 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 нет. Такие игрушки не годятся для детского садика. Ну пожалуйста, дайте хоть разок сыграть. Макс, ладно. Ну видишь, игра им понравилось. Пусть постреляют, а потом к заведующему унесешь. И пусть нормальные игрушки покупает. Ладно, уговорили. Все по одному разу. А потом я складываю в коробку и уношу. Ура! Один разик можно. Ну-ка. Раз, два, три. Стреляй уже. Огонь! Фу, перелетела. Чуть мне в глаз не запулило. Так, мне лучше подальше отойти. Эх, как жаль, не попало. Отойди, Мазила, моя очередь. Тут главное хорошо прицелиться. Так. Огонь! Эх, почти. Ну и кто теперь Мазила? Ха-ха, у тебя так же ничего не попало. Моя очередь, моя очередь. Огонь! Ой, ну тоже мимо. Теперь я, смотрите как надо. Огонь! Есть! Прямо в цель! Ого, крутяк, ты молодец. Ага, вот бы еще по разочку дали стрельнуть. Мы бы научились, попадали бы всегда в цель. Да, кстати, это очень полезно. Полезная игра, говорите? Ага. Чем? Ну, мы бы научились всегда в цель попадать. И унитазики и горшочки в садике всегда были бы чистые. Ха, это здорово придумал. Да-да-да-да-да. Ну что, Макс, что будем с этими стрелками делать? Ну, не знаю. Ладно, давайте играйте до тихого часа, а потом все-таки унесу. Ура! На первой, второй рассчитайся, кто стреляет в следующий. Огонь! Есть! Теперь я, теперь я, теперь я стреляю. Ой, не попало. Хе-хе, игрушка хоть и смешная, но интересная. Тоже что ли попробовать запылить? Ну, здравствуйте, Катя, и ты туда. Эта игрушка для детского сада совсем неуместна. Ой, да ладно тебе, я разок только. Ну все, малыши, наигрались вдоволь. А сейчас закрываем глазки и ложимся спать. Эх, как жаль, что после тихого часа этой игрушки уже не будет. Хе-хе, и не говори. И не поиграть. Здорово было. Так, всем спать? Ты тут, Катя, присмотри за ними, а я пойду все-таки к заведующему. Отнесу ему эту игрушку, пусть сам у нее сидит и играет, а нам купит что-то нормальное в группу. Ну вот, заведующий, сами смотрите. Ну что, это дело разве? Такие игрушки в группу детского сада покупать. Так, а что здесь не так? Ха-ха, это же этот прикольный унитаз, где нам в цель попадать. Сколько радости у вас. Может вы эту игрушку тогда себе оставите, а детям купите что-то по возрасту, нормальное, развивающее. То есть ты хочешь сказать, что это не развивающее, я что ли вам купил? Тут надо тренировать все группы мышц. Нужно развивать меткость, точность и силу удара. Ты думаешь так просто в цель попасть? Ну а то, что выглядит так? Ну, бывает, дешевая просто была. Угу, четкость-меткость. Давайте вы нам тогда кольцо баскетбольное в группу повесите и мячик купите. Вот там мы и ловкость, и меткость, и все группы мышц. А такой игрушки нам не надо, извините. Ну как хотите, еще и недовольные. Я им тут бюджет выделяю, игрушки закупаю, а они еще и нос воротят. Ладно, иди, что-нибудь придумаю. Постарайтесь уж, я малышам обещал, что игрушки будут. Обещанного три года ждут, но четвертый забывают. Хе-хе-хе. Так. Раз, два, три. Пли! Попал! Я же говорил, крутая игрушка, и мне нравится. Ну вот, будет чем рабочий день занять теперь. Ну вот, тихий час и закончился. Давай малышей будить. Просыпайтесь, тихий час закончился. Ух ты, а что это за коробка такая тут? Неизвестно. Может, это новые игрушки взамен той игры? Может быть. Беда, подождите, сами ничего не открывайте. Макс, у нас тут какой-то подозрительный предмет в группе. Подозрительный, говоришь? Сейчас посмотрю. Нарисованы кошечки, собачки. Хаус пэтс. Дом животных. Хе, это переноска для животных, что ли? Еще интересней. А зачем она нам, если у нас животных в группе нет? У нас рыбки одни. Мы у него просили за уголок. Так до сих пор делают. Пойду к заведующему, спрошу у него, что он нам всякую ерунду носит. Подождите, помните в тот раз, вы с коробкой ходили? Он вас обратно отправил, чтобы вы открыли. И эту переноску нужно открыть. Вдруг там что-то внутри. Думаете? Да, да, открывайте скорее. Очень интересно посмотреть, что там. Ну ладно, давайте откроем, чтобы зря к заведующему не ходить. Открываем. Ой, там кто-то есть. Ты кто? Ты живой? Ух ты ж, это ж кролик, смотрите, какие у него или у нее длиннющие уши. Иди сюда. У кого-нибудь есть морковка или капуста, чтобы приманить? Кролик? Живой кролик? Да ну нет, заведующий точно выжил из ума. Пойду дойду до него. Это кролик Молли. Я больше не могу держать его у себя дома. Она девочка и ей один годик. Прошу за ней ухаживать, кормить и не обижать. То есть, получается, это не заведующий? Получается, к нам его в садик подкинули. Ну вот. Хотели живой уголок? Будет у нас живой уголок. Лишь бы заведующий разрешил ее оставить. Молли, Молли, выходи. У нас добрые малыши. Мы тебя не обидим. Ну, иди к нам. Ой, ты красавица какая. Умница, молодец. Давай, привыкай к нам. Будешь у нас теперь жить. Ну, какой кролик? Ну, какой живой кролик? Я тебе говорю, ничего я вам не заказывал. Ну, если вот он, живой кролик, сами смотрите, в переноске стоит. И как-то ничего не заказывали. Вы же вчера сказали, закажите нам игрушек. Я сегодня приходил. Нас этот унитаз не устраивает. Подожди ты с этим унитазом. Надо с кроликом разобраться. Точно. Кролик как кролик. Вот это да. И откуда он только тут взялся? Я здесь ни при чем, сразу говорю. Да мы уже поняли. Мы записку внутри переноски нашли. Нам его подкинули. И сказали, чтобы мы кормили, ухаживали и не обижали. Так что заведующий, можно нам кролика в живой уголок для ребятишек, а? Живой уголок? Ну, можно, только на одном условии. Корм будете за свой счет покупать. И это, клетку ему сделайте, чтобы он не по всей группе бегал. И следы жизнедеятельности оставлял. Ну что, ребята, соглашаемся? Да! Я ей завтра морковки и капустки принесу. Я могу принести сено. У меня дома живет шуншилла, и у нее сено есть. Она поделится, она у меня не жадная. Ну и отлично, малыши. Спасибо, заведующий. Ой, о чем это я? Это же не вы. Пожалуйста, пожалуйста, а то я ведь мог и запретить. Ну вот, пусть ребятишки кроликом играют. Глядишь, новые игрушки просить не будут. Ну, заведующий, ну, заведующий. Лишь бы ни до чего не платить. Вот так у нас появился кролик в живом уголке. Будет жить рядом с аквариумом, там, где у нас рыбки. А вы, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренелка. И смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Так, нужно кролика срочно чем-то покормить. Что там у нас в меню в детском садике? А кролик ест манную кашу. Если ест, то у нее будет ее очень много. Нет, манную кашу он не ест. Так что манную кашу будете есть и вы. А ему нужны овощи. Так, пойду посмотрю, что есть у нас в холодильнике. Продолжение следует...